Всем привет! А у нас сегодня новое видео. Я, конечно, не могу не сказать о том, какая погода у нас сейчас стоит в Москве. Сегодня у меня машина днём показывала плюс 35 градусов. Я, конечно, не жалуюсь, потому что я очень люблю жару, солнечно. Пускай лучше будет так. Но, конечно, объективно я понимаю, что в Москве самая классная погода это плюс 25, не больше. Но что самое интересное, что в связи с тем, что такая жара у нас уже как бы очень долгое время, у нас такая стала тенденция вечерами, что налетают какие-то ураганы прям. То есть вчера у нас также было очень жарко, а вечером потом такие тучи были огромные, молнии огромные, знаете, как будто куполом накрыло вот эту территорию, на которой мы живём. Страшно было и страшно, и красиво, и гром, и молния, знаете, и ни капли ветра вообще, просто такая тишина прям ужасающая. А потом как начался ливень, и шёл, правда, минут 15, а потом всё, опять жара, и как будто ничего не было. То есть погода реально напоминает, как будто вот ты в тропиках. Мы очень любим Таиланд, вот это вот прям один в один, как будто ты в Таиланде. И сегодня у нас плюс 35, правда, говорят, что сегодня это такой вообще апофеоз жары. И вчера был какой-то совершенно страшный смерч, ураган, что-то такое в Питере. И теперь идёт к нам в Москву. Обычно питерская погода, она к нам в Москву приходит. Не знаю, что будет завтра. Наверное, сниму, покажу. Но жарко прям невозможно. Ну, в общем, я не об этом. Я сегодня зашла в магазин для животных. То есть если кому-то это актуально, вообще ловите лайфхак. Я несколько видео назад говорила о том, что нам подарили рыбку. Я не очень люблю рыбок. У меня как-то она была. Жила два года. Это золотая рыбка. Ну, петушок, да, в простонародье. Это анаэробные рыбки, поэтому они могут жить без вот этих фильтров для воды. То есть просто водой налила, они там живут. Но что самое ужасное, что эта вода постоянно цветёт, её надо менять. В общем, это целая эпопея. В общем, я замучилась. Вот, когда нам подарили эту рыбку, я, конечно, была не рада. Но нам её подарили сразу же с дистиллированной водой. Я, если честно, думала, что это полнейшая пигня. И сейчас я вам скажу, что нет. Это реально тема, которая работает. Нам подарили рыбку месяц назад. И вот целый месяц там была нормальная вода. Сейчас, конечно, она уже подпортилась. Плюс то, что такая жара. Я сегодня пошла в магазин для животных, в Четыре лапы конкретно, и купила эту воду. Так что у кого есть рыбки, покупайте вот эту воду. Не пожалеете 250 рублей за эту баклажку пятилитровую. Купите воду, потому что на самом деле это просто вам облегчит жизнь. И на самом деле практически целый месяц можно не менять воду. В общем, это, конечно, я считаю просто супер. Так что, может, кому-то это полезно будет. Ещё помимо водички я купила вот такую обалденную черешню. Просто вообще бомба. И вот такую красную ещё купила. И это у нас всё. Я не могу понять, откуда. Это всё Узбекистан. Всё Узбекистан. В общем, красота невозможная. Сейчас, конечно, прям супер сезон. Ешьте обязательно ягоды, потому что ягоды – это самый мощнейший антиоксидант. Не могу не показать. Мне так нравится этот миленький букетик. Это мы вчера с мужем ходили гуляли. И я набрала таких ромашечек. Смотрите, какие они маленькие. Здесь у меня такая композиция из обычных ромашек. Вернее, были совсем большие. Потом прошло, наверное, недели-две. Стали цвести ромашечки, которые такие поменьше. А сейчас вообще вот такие малюсенькие. В общем, такая красота, милота. Вот поставила и любуюсь. Я заехала в торговый центр, потому что захотелось суши покушать. И обратите внимание, кругом распродажа. Ну, конкретно это Стокман. Сейчас поем свои суши и пройдусь ещё по магазинам. Мне надо зайти в Бревкош. Хотела себе купить расческу для волос. Но, судя по всему, расчесок тут в принципе нет. В общем, брашенку у меня купить не получилось. Так что имейте в виду, в Бревкош их нет. Дело в том, что я укладываюсь феном Дайсон. Но я его использую в основном именно вот исключительно как фен. Потому что он лёгкий. И дизайн у него, конечно, очень красивый. И почему-то каким-то образом непостижимым он сушит волосы намного быстрее, чем обычные фены. Вот это на самом деле факт. И за это я его, конечно, очень сильно люблю. Пудряшки у меня от него не держатся. Потом брашинг, который там есть в наборе. Мне он очень нравится, потому что он немножко жестковатый. И всё равно, в общем, эффект вытягивания, который мне нужен, он у меня там не получается. И поэтому я сушу как бы феном, держу фен, а второй рукой вот этот брашинг. Ну, просто как бы обычную расческу, да, я покупаю отдельно. Но тут тоже есть нюансы, потому что расческа, это должна быть со свиной щетиной. Именно благодаря ей получается возможно добиться вот такого эффекта именно вытягивания. вытягивания хорошего. Не когда ты 150 раз по одному и тому же месту это делаешь, а достаточно быстро, чтобы не так сильно травмировать волосы. В общем, поэтому я хотела именно в магазине купить, ой, именно в магазине купить, чтобы самой потрогать и посмотреть, как эта расческа будет выглядеть. Конечно, можно на золотом яблоке заказать, но мне хотелось вот именно самой посмотреть. Ну, теперь придется искать. Вот только посмотрите, какой у нас ливень, гром, молния. В общем, это был настоящий ураган после, конечно, такой дичайшей жары. Это, конечно, не мудрено. Всем доброе утро. У меня сегодня вот такой завтрак. Это натуральный йогурт и черешня. Потом мы бежим в душ и едем сегодня в гости. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, а это мы уже вернулись домой. Ой, не могу не показать, какие у нас вообще просто волшебные розы. Мама в прошлом году меня уговорила их купить Мы купили четыре куста роз. Это вот только один такой огромный. А у мамы дома около ста кустов роз, а они еще так пахнут. Это просто красота. Еще такая тишина, еще утро. Это вот такой немножечко другой цвет. Куст у нас вырос такой огромный. Надо его таким кругом подкарнать. А это прям ярко-ярко-ярко красные. Такой прям правильно красный цвет. Красота. Вот еще один кустик. У нас тут почему-то розочки. Ну, не почему-то, а потому что был ливень. Ураган вот эти повалило. Они такие тонюсенькие. Ствол у этих такой прям крепкий вообще. У этих тоненький. Вот еще. Я забыла, как называются вот эти цветочки. И мне еще очень нравится. Вот это бересклет. Это такая красота. Вот он осенью будет оранжевый. Ярко-оранжевый. Красота невозможная. А это мне очень нравится. Остильба. Таких она разных цветов. Ой, просто красота. И гортензии мои. Уже прям зацветают. Та вторая побольше. Ну, собственно, мы их купили уже огромными. Потому что пока выращивать. Сколько это пройдет лет. Это вот такая красотища у нас сегодня с утра. У нас сегодня опять невозможная жара. И мы едем покушать в один из моих любимых ресторанчиков итальянских. И вот такая еще с нами. Ой. Красотка едет. Вот такие у нас десертики. А у дочки лата. И мои сырнички. Мы приехали в торговый центр Абиню. Если кто-то искал шляпы, то их здесь много. Еще мы зашли в книжный магазин. И хочу купить отель с привидениями. Уилки Коллинз. Я такое не читала. Но люблю такое. Это мы зашли в очень хороший шоколадный бутик. Называется French Kiss. Здесь продаются очень классные такие шоколадные наборы. И они, между прочим, очень вкусные. И решили с дочкой взять кофеечек. Зашли еще в натуру Сибирику. Вот такой гель для туши мужской. Очень вкусный аромат. Всем привет еще раз. Фирма называется Lady Pink. Стоит она 745 рублей. В общем, она вот такая огромная. Конечно, мне это не особо подходит. Но была или же такая большая, или совсем маленькая. А мне нужна как раз-таки средняя. Вот она будет идеальна. Но здесь самое главное. То, может быть, я это тоже как-то приспособлюсь. Не знаю. Расскажу потом. В общем, вот здесь вот так вот высокие вот эти щетинки. Они идут пластиковые. А вот здесь, я не знаю, видно так. Вот здесь идут такие коричневые. Они... Это уже натуральная щетина. И вот именно когда вот такой набор щетинок, вот именно когда у расчески такая щетина, вот именно она позволяет и вытягивать. То есть вот это вот самое классное вытяжение, чтобы у вас получилось с брашингом, это нужно покупать вот такие щетки вот с таким, вот с такой щетиной. Это прямо у меня опробовано миллион раз вообще на куче разных расчесок. Вот. Ну, в общем, единственное, что очень большой размер. Конечно, не знаю, как он мне подойдет или нет. Это вот что касается расчесок. Еще хотела такую показать. Вот такая у меня есть. Видите, с прозрачными штуками. Она какая-то есть в оригинале, эта расческа. Я не помню, как она называется. Она около полутора тысяч стоит. А это я покупала в моде за 200 рублей. Просто чудеснейшая расческа. Классная. Ну, это просто чисто чесаться. Это, конечно же, не для укладов каких-то. И я там для вас несколько минут назад была впереди ролика. Я показывала средства, которые я сейчас вам использую для волос. И хотела рассказать поподробнее. Это израильский бренд. Называется Хадат. Вот этот шампунь небольшой объем, но он очень сильно, очень хорошо мылится. Поэтому он не очень быстро расходуется. В общем, это у меня Moushurizing Treatment. Короче, это увлажняющий шампунь. Обалденного качества. Вообще просто супер вещь. Это, конечно, не дешевая вещь, но она стоит своих денег. Вот такая баночка, по-моему, стоит 2,5 тысячи. Что-то в этом роде. Очень классные. Вот на самом деле волосы, потому что у меня тонирование, потом мемелирование, потом тонирование. И, ну, как бы волосы, конечно, очень страдают из-за всего этого. И они пушатся. И вот благодаря вот этим средствам, вот этому и маске, волосы прям реально хорошего качества. Я это вот, я это ощущаю. Это вот, значит, вот такая шампунь. Я очень советую. И маска. Вот она идет вот такая. Она вот такого цвета. Ну, пусть вас это не пугает. Это прям вот супер классное увлажнение. И потом я еще, правда, наношу масло, потом на волосы. И все это вытягиваю. И получается, на самом деле, очень классный эффект. И вот эту вот фирму я, ну, очень-очень советую. Вот у кого такие же проблемы, что волосы пушатся, не вытягиваются, там нет блеска. То есть, вот это реально проверенные вещи, которые я советую. Очень классная фирма. Хадат называется. Хадат называется.